Здравствуй, мой друг! Мы начинаем урок обучения грамоте. Тема урока «Каких животных можно встретить в путешествии?» Сегодня на уроке ты узнаешь, каких животных можно встретить в путешествии. Научиться подбирать схемы к различным по интонации предложениям. Давай поиграем с тобой в игру. Доскажи словечко. Будь внимателен. Важно, бродит возле дома, каркает с утра. Верно, это ворона. По лесу все время рыщет, и в кустах кого-то ищет. Из кустов зубами щелк. Кто, скажите это? Волк. Верно. Колючек вкуснее, чем множество блюд. Ее обожает горбатый... Правильно, это верблюд. Слова от гадки. Ворона, волк, верблюд. Какой звук обозначает первая буква в этих словах? Верно, это звук В. Подумай и скажи, в названии каких животных есть звук В? Я тебе немного помогу. Павлин. Выдра. Верно. Овца. Павиан. Корова. Выхухоль. Какое из этих животных ты бы хотел встретить в путешествии? Вспомни правила поведения при встрече с животными. Я предлагаю тебе послушать несколько советов при встрече в путешествии с дикими животными. Первое. Держи дистанцию, не подходи ближе 50 метров. Не шуми, можешь напугать животное. Не корми, не трогай животное и не кидай в него предметы. Выключи вспышку, если фотографируешь животное. Помни, это дикие животные и с ними нужно быть очень осторожным. Вспомни, как правильно пишется заглавная и строчная буква В. Обрати внимание на соединение согласной буквы с гласными О, А, И. Когда ты будешь выполнять работу в прописи, останови видео, нажав на паузу. Следующее задание на странице 13 в прописи, упражнение 2. Выполни звуковой анализ слова. Назови это слово, поставь ударение, подели его на слоги. Вспомни правило. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Когда ты будешь выполнять работу в прописи, останови видео, нажав на паузу. Проверь себя. Замечательно, если у тебя все получилось, но если есть неточности, исправь их. Задание 3 в прописи, страница 13. Прочитай предложение, подбери предложение к схемам. Проверь себя. Первое предложение. Лиса смотрит на ворону. В этом предложении 4 слова. Предложение повисовательное. Второе предложение. Ворону обманула лиса. Это у нас предложение восклицательное, побудительное. Замечательно, если у тебя все получилось, но если есть неточности, исправь их. Сегодня на уроке ты узнал, каких животных можно встретить в путешествии. Научился подбирать предложения с различной интонацией к схему. До встречи, мой друг. До встречи, мой друг. До встречи, мой друг. Продолжение следует...